Это увлечение, то есть вот я лично этим занимаюсь, потому что мне приятно, что мы для молодежи можем делать что-то, я не считаю себя там старым, но у нас контингент такой, что от, не знаю, 15 и как они получают права 18 и до там 34, это костяк такой. Мне приятно, что люди увлекаются этим, восхищаются этим, мы что-то делаем, мы как-то двигаемся, как-то в этом развиваемся. Ну вот как бы это позиция именно моста, поэтому у нас нету позиции такой, что мы хотим по городу устраивать какие-то беспределы, перекрытия, тем более это не наши идеологии вообще. То есть в этом мы едины. Это первое. Второе, в чем нам необходимо работать. Мы можем долго обсуждать, еще рассуждать, я вижу вас, вы увлечены. То есть здесь конкретно, конечно, нужно показать молодежи, как нужно правильно вести так, что модным соблюдать правила, модным сегодня является учиться правильно и к месту это все делать. И вот здесь как раз наша задача, совместная задача, в чем мы можем в другую куполе задать? Создавать моду. Я когда стал мэром и сказал, в Одессе должно быть модно заниматься спортом. И мы начали строить стадионы. Вот поэтому, конечно, необходимо идти так же, как у нас недавно еще не было, допустим, скейтпарка в Одессе. Мы сделали лучший в Украине скейтпарк, который отвечает всем требованиям международным. Мы можем спокойно провести чемпионаты мира, это подтвердили все специалисты этого раздела. Мы это сделали, сделали за деньги меценатов, объяснив, что это сегодня так надо. Вот такой спорт сегодня. Такой же сделаем, такую площадку для таких видов спорта, новых молодых видов спорта, сделаем в Киевском районе. Потому что я считаю, что активный образ жизни – это тот, чем должна сегодня увлекаться молодежь. А мы должны создавать условия. И мы в этом с вами едины. Что нам необходимо создать условия. Это, я считаю, сегодня должно быть основным посылом или таким месседжем, который мы должны сказать. Вы должны сказать в своем сообществе. Мы должны принять это в городской власти. Я дам сегодня протокольное поручение для того, чтобы нам не подготовили с учетом ваших параметров, какие должны быть. Как это должно быть? Если можно со стороны спортсменов? Конечно, конечно. Конечно. Вот мы будем считать за такую рабочую группу, если не против вашей группы, как рабочей.